Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить курицу с рисом. Сейчас я уже курицу порезала. Был просто куплен цыпленок-бройлер. Я очистила от кожуры самого цыпленка. Кожуру выбросила, выбросила жир. И у меня получился вот такое мясо, которое я сейчас буду жарить. В духовке. И для соусов мне потребуется Астория соуса и Ханс. Картофельные соусы, оба картофельных соуса с сыром. Поэтому они все, в принципе, по составу одинаковые. Поэтому я их сейчас вылью на курицу. И у меня после этого будет жариться курица. Вот сейчас, собственно, я буду показывать. Так вот так вот я побрызгала соусами курицу. При температуре 250 градусов. Ну а сейчас мы будем варить рис. Я купила шлифованный длиннозерновой рис. Он, по-моему, стоит в районе 50 с чем-то рублей за пачку. И налила половину сковород, по-моему, вот этой половины кастрюли воды. Сейчас я высохлю сюда половину пачки риса. Даже, наверное, не половину, а чуть меньше половины. Две трети. Оставлю и одну треть высохну. Вот. Потому что рис очень сильно разваривается. И его будет достаточно много. Будет вариться. Потом я буду сливать воду. И потом будем пробовать все, что получится. В рис можно будет в конце добавить приправу. Приправа для плова. Вот такая у меня есть. Это для того, чтобы он был такой вот именно вкусный. Но это в конце. Чтобы быстрее все варилось. А пока будем с вами думать, что можно покушать, пока готовится. У меня сейчас есть два таких вкусных момента. Я сейчас покажу, что у меня есть. У меня есть Принглис и Байкал. Я сейчас пока пойду перекушу. Вот и все. Мы с вами заснимем. И потом будем пробовать курицу. Пока у меня сейчас жарится курица с рисом. Я решила немножко перекусить. Потому что курица будет на обед. А я очень голодная. Поэтому я купила себе Байкал. Это вкус детства. Очень я его люблю. С пеночкой такой вкусный. Вот. И... Сейчас откроем Принглис. Вкусно пахнет. Байкал просто изумительный. Ну и Принглис. Ммм. Ммм. Вкусно. Какой-то конкурс проходит. Нужно выиграть. Так. Пока я сейчас, можно сказать, кушаю. У меня стоит задача посчитать расходы за январь. И посмотреть, сколько я потратила на продукты, на жизнь. Вот. За декабрь я, кстати, тоже еще не считала. Но у меня все чеки я записывала в журнал. Чего-то расходов. Это, кстати, лайфхак, который я взяла из книжки. Титан, стоек и финансист. Прочитайте, пожалуйста, эти книги. Они вам помогут правильному пониманию того, как нужно жить, наверное. Так, чтобы вам всегда хватало. Эти книги я прочитала 13, наверное, лет. И с тех пор я вот следую этому правилу. Не скажу, что я записывала всегда все свои расходы. Я начала это вести в 32 года. И вот с 32 лет мне удается таким образом поддерживать баланс между тратами и расходами. Воду я слила. Сейчас немножечко приправу туда побросаем. Еще раз, вот приправу для плова. Размешаю. И раньше все время рис съела без приправ. Это вообще было невкусно. В общем, вот такой получился цвет. Вот, рис уже получился с приправом. И сейчас туда немножко масла. Беру сливочное масло, кусочек, 10 грамм. И кладу его, чтобы в горячем рисе оно расплавилось. Для чего я это делаю? Рис. Рис получится очень таким мягким. Потому что если без масла, то, ну, рис получится невкусным. Сто процентов. Поэтому я кладу всегда сливочное масло. Так, вкусно, но нужно посолить. Пойду за солью. Так, посолить надо по вкусу. У меня солонка, поэтому я солю вот так. Приблизительно пол чайной ложки на, наверное, 300 грамм риса вареного. А сейчас получилось риса почти, почти килограмм. Ммм, теперь вкусно. Вот. Причем вкус такой, прям вот такой. Там чувствуется какая-то пряность. Типа зиры. Точно там есть. Островатая такая. И... Рис очень вкусный. А я, пожалуй, пойду поем. Так, ну вот. Получилась курица. В соусе. С сырным и с картофельным пополам. Сырно-картофельный соус. Сейчас будем пробовать. Ну, в общем, блюдо получилось, как мне кажется, вкусным. Я очень довольна. Но вечером буду угощать своих родных. Не знаю, как они оценят его или нет, закажут потом. Но я хочу сказать, что для того, чтобы вам приготовить курицу с рисом, вам достаточно взять где-то одну треть пачки килограммового риса, это где-то 300 грамм риса, литр воды, взять соль и 50 грамм сливочного масла. После того, как вы рис промыли под холодной водой, вы поставили его вариться в литре воды. После того, как он закипел, вы сливаете воду. После того, как воду слили, кладёте в рис, солите его, кладёте туда по вкусу 50 грамм сливочного масла. Всё это перемешивайте, пока рис тёплый. И сверху посыпаете приправой для плова, для того, чтобы рис приобрёл какой-то вкус, чтобы он был такой насыщенный. Вы можете взять любую приправу, которая вам нравится, но я рекомендую брать именно приправу для плова, потому что она наиболее подходящая для вот такого вкусового сочетания, уже специально подобранных вкусов. Что касается курицы, берёте бролера в магазине или просто курицу, разделываете её на части, снимаете кожу. Ну, я вообще люблю, в принципе, всегда я жарила с кожей, но сейчас я увидела, что он очень жирный, этот бролер, и я решила кожу снять, потому что и так будет очень жирно. Взяла два соуса на курицу. Налила и соус Хайнс и Астория. Соус для картофеля с сыром. Ну, где-то я взяла небольшой такой объём, наверное, вот так вот. Такой объём, если взять с пакетиков. С каждого пакетика, но это на всю курицу. И потом я взяла жарить самого этого бройлера в духовке на где-то 245 градусов, 250. Это я жарила где-то около 30-40 минут. Но нужно смотреть, чтобы не сгорел. Если у вас он начинает подгорать, нужно налить в противень сливочного масла. И лучше вообще это делать уже по ходу. Потому что иногда бывает, что когда вы цыплёнка помыли, он уже содержит воду, поэтому вода будет пока выкипать в самом цыплёнке. Только под конец её кладёте. Ну и потом просто подаёте готовое блюдо вместе с этим рисом. Вот и всё. Так, если вам понравился этот рецепт, то напишите или отметьте в комментариях, что сложно или нет было его готовить. И поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал Истории с Марией. И поставьте колокольчик для того, чтобы быть в курсе о выходе следующих видео. Всё, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok